Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим назначение устройства, принцип действия и настройку концентраторов. Концентраторы используются для выделения из зерна с сорной примеси, которые отличаются от зерна меньшей плотностью. На канале уже собрано достаточно большой видеоархив с видео лекциями, посвященными машинно-аппаратурным схемам производства пищевой продукции, лекциям, посвященным технологическому оборудованию пищевых производств, в которых разбирается их устройство, настройка, принцип действия. А также есть лекции, посвященные тому, как студенту учиться в университете для достижения максимального уровня своего образования. Я рекомендую вам пройти по ссылкам и посмотреть эти лекции. Ссылки я оставлю в описании. Некоторые ссылки я положу в подсказке, а некоторые ссылки вы увидите в конечных заставках. Рабочий процесс в концентраторе типа А1-БЗК. В концентраторах выделяют органические примеси, отличающиеся от зерна меньшей плотностью, а также семена некоторых сорных растений, например, овсюг, части стеблей, колоса и т.п. Основным рабочим органом концентраторов являются сета, совершающие колебательные движения под углом 15 плюс-минус 0,5 градуса к горизонтальной плоскости. При движении зерновой массы по сетам в условиях аэрации восходящим воздушным потоком происходит интенсивное разрыхление и самосортирование разнородных компонентов смеси. В результате зерно и примеси одинаковой крупности и различной плотности концентрируются в разных слоях. Тяжелые примеси опускаются вниз к ситу, а легкие всплывают на поверхность зерна. Последовательное просеивание расслоенной зерновой смеси через сито с различными размерами отверстий позволяет выделить не только мелкие и легкие примеси, но и разделить очищенное зерно по плотности для последующей раздельной очистки. Учитывая, что во фракцию примесей, имеющих меньшую плотность, попадает практически весь овсюг, концентратор успешно выполняет функции триера овсюга отборника. Эффективность разделения зерновой смеси зависит от ряда факторов, среди которых наиболее важными являются скорость зерновой смеси вдоль сита и кинематические параметры вибрации сит. Скорость ВЗ зерновой смеси вдоль колеблющегося сита существенно зависит от скорости воздуха ВВ, проходящего через сито и слой зерна. Исследования, проведенные научно-исследовательским институтом зерна и продуктов их переработки данного способа очистки зерна, позволили установить зависимость скорости зерновой смеси от скорости воздуха. Формула представлена на слайде. При увеличении скорости воздуха до 1,3 м в секунду величина скорости зерновой смеси возрастает от 0,03 до 0,24 м в секунду. Затем ее рост замедляется и достигнув значения 0,252 м в секунду практически прекращается при росте скорости воздуха более 1,6 м в секунду. Скорость воздуха ВВ, проходящего через сито и слой зерна, определяют по формуле, представленной на слайде. Скорость воздуха ВВ при этом зависит прямо пропорционально от расхода воздуха и обратно пропорционально от площади поверхности сита. В концентраторах типа А1БЗК скорость воздуха ВВ колеблется от 1,2 до 1,8 м в секунду в зависимости от обрабатываемой культуры. На основе данных испытаний и эксплуатации концентраторов получены величины удельных нагрузок на единицу поверхности сит и потребной мощности на единицу производительности при работе с заданной эффективностью. Q равно 11,2 тонны на час метр квадратный. Удельная мощность на привод ситового кузова концентратора N удельная равна 0,04 кВт-час на тонну. Рассмотрим основные узлы, конструкцию и принцип действия концентраторов на примере концентратора марки А1БЗК-18. Он состоит из следующих основных узлов. Ситового корпуса, аспирационной камеры, приемных и выпускных устройств, привода и станины. Ситовой корпус состоит из двух ситовых кузовов 13, соединенных между собой поперечными траверсами и стяжками. В каждом кузове установлен под небольшим углом горизонту один ситовой ярус, состоящий из двух ситовых рам 15-16 с ситами с отверстиями 2,9 мм. Рамы вставляют в кузов по направляющим, установленным на ее боковых стенках и зажимают упором и двумя подпружиненными поворотными рукоятками. Каждая ситовая рама состоит из деревянного остова, в верхней части которого укреплено рабочее сито, а в нижней сетчатый поддон. Сита очищаются резиновыми шариковыми очистителями, движущимися по поддону. В нижней части боковых стенок кузова по всей его длине выполнены круглые отверстия, закрытые сеткой для забора воздуха под сита. Сдвоенный ситовой корпус подвешен на четырех подвесах, угол наклона которых составляет 15 плюс-минус полградуса к вертикали. Этот угол определяет направление колебаний кузова. Передние со стороны приема подвески отличаются от задних наличием цилиндрической пружины, удерживающей подвески и корпус в заданном положении. Аспирационные камеры установлены неподвижно над каждым ситовым кузовом и укреплены к станине. Каждая камера разделена на 14 независимо регулируемых секций. Для этого в верхней части каждой секции установлен регулятор 9 настройки воздушного режима над каждым участком сита. Необходимое разрежение в концентраторе устанавливается дроссельными заслонками 7, установленными в аспирационных патрубках 11 с помощью регуляторов 12. Разрежение в каждой аспирационной камере контролируют манометром 8. Для наблюдения за работой концентратора и удобства регулирования воздушного режима боковые стенки аспирационных камер имеют смотровые окна, а рабочее пространство освещается светильником. Приемное устройство 3 каждого кузова состоит из патрубка 5, соединительного гибкого рукава 4, приемной коробки с клапаном, обеспечивающим равномерное распределение зерна по всей ширине сит. Приемное устройство с торцевой стороны машины закрыто прозрачной съемной дверкой. Выпускные устройства выполнены раздельно для сходов и проходов. Сходовая фракция отходы выходит через регулируемую щель между двумя вертикальными планками, установленными под углом, на сходовом конце сита и образующими сужение. Расстояние между планками регулируют винтовым механизмом 10 с рукояткой. Сходовая фракция выводится через выпускной патрубок, установленный в станине. Мелкие примеси, проход, выводятся через выпускной патрубок в воронку соматичной трубы. А очищенное зерно поступает в сборник под второй ситовой рамой, где установлен поворотный клапан 14 для разделения зерна на две фракции по плотности. Привод сдвоенного ситового корпуса осуществляется от двух электромеханических вибраторов-2, конструкция и установка которых аналогичны применяемым в камнеотделительных машинах типа R3-БКТ. Станина сборная сварной конструкции предназначена для размещения всех основных узлов концентратора. Технологический процесс в концентраторе типа А1БЗК осуществляется следующим образом. Зерно через приемный патрубок и приемное устройство поступает на первую ситовую раму равномерным слоем. Вследствие направленных колебаний корпуса и аэрации продукт при движении по первой раме ситами с отверстиями диаметром 2 мм псевдоожижается и самосортируется. Тяжелая фракция концентрируется в нижней части слоя, а легкая в верхней. На первой ситовой раме проходом через сито отделяются мелкие примеси. При движении зерна во второй ситовой раме с ситами с отверстиями диаметром 9 мм просеивается сначала тяжелая фракция зерна из нижнего слоя, а затем более легкая. Разделяются тяжелая и легкая фракция зерна поворотным клапаном, установленным в сборнике под второй ситовой рамой. С ходом сит идут отходы, трудноотделимые легкие примеси, в том числе овсюк. Проход через первую ситовую раму и сход со второй объединяют и направляют для обработки отходов. Тяжелую фракцию зерна подают в триер куколеотборник, легкую вначале в обоечную машину, а затем объединяют с тяжелой и направляют в триер. Эффективность работы концентратора зависит от равномерности подачи и распределения зерна по ситам, настройки аспирационного режима, а также от кинематических параметров движения сит. Для обеспечения равномерной подачи исходного зерна рекомендуется перед машиной устанавливать регулятор потока, а над ним бункер вместимостью полтора кубометра. Настройка и регулирование концентраторов заключается в следующем. Перед пуском машины проверяют затяжку резьбовых соединений. Особое внимание следует обращать на правильность установки вибратора и подвесок под углом 15 плюс-минус полградуса к вертикали. Направление вращения роторов должно быть навстречу друг другу в соответствии со стрелками на корпусах вибраторов. При работе машины на холостом ходу не должно быть несвойственного шума, стука и вибраций. Проверяют также амплитуду колебаний. При необходимости амплитуду колебаний ситового корпуса регулируют изменением взаимного положения грузов дебалансов, которое должно быть одинаковым на обоих концах вибратора. Амплитуду колебаний определяют по регулировочному диску, установленному на боковых стенках корпуса. Методика настройки амплитуды колебаний и регулировки регулировочного диска аналогично той методике настройки этих же параметров для камнеотборочных машин вы можете посмотреть методику настройки амплитуды колебаний с помощью регулировочных дисков в видео, посвященном камнеотборочной машине. Ссылку на видео вы можете найти в описании или в подсказках. Не разрешается работа концентратора при амплитуде более 3 мм. Шкала дисков выполнена в единицах размаха колебаний, то есть не более 6 единиц. В рабочем режиме под нагрузкой оптимальную толщину слоя зерна по всей просеивающей поверхности обеспечивают регулировкой аспирационного режима каждой секции таким образом, чтобы слой слегка кипел по всей поверхности сит без прорыва на отдельных его участках. Толщину слоя стабилизируют регулировкой сходовой щели на второй ситовой раме. Сужение щели должно обеспечить такую толщину зерна в сходовой части сита, чтобы перфорация сит не была видна. При наличии всходовой фракции большого количества полноценного зерна клапан в последней секции можно полностью закрыть. Если этого недостаточно, то воздушные регуляторы в 4-5 последних секциях должны быть прикрыты. Разрежение в концентраторе 600 паскаль контролируют по манометру и регулируют дроссельной заслонкой. По данным испытаний концентратора при содержании в зерновой смеси сорной примеси 46,50% и зерновой 1,2-1,86% эффективность разделения зерна составляет тяжелой фракции 61,4%, легкой 37,9% и отходов 0,7%. На тура и масса тысячи зерен выделенных фракций имели соответственно следующее значение. Тяжелой фракции зерна 824 грамм на литр и 35 грамм, легкой 817 грамм на литр и 31 грамм и отходов 633 грамм на литр и 26,2 грамма. Эффективность очистки тяжелой фракции от сорной примеси составила 74%, от зерновой 62,6%, а извлечение длинных примесей, овсюг и тому подобное в отходы составила 47,3%, коротких 6,2%. В концентраторе сочетаются возможности визуального контроля рабочего процесса и оперативного его регулирования. Совмещение технологических операций, эффективной очистки от мелких и низконатурных примесей с делением зерна на две фракции по плотности позволяют вести последующую раздельную их обработку. Техническая характеристика концентратора представлена в таблице на слайде. Вы можете остановить воспроизведение видео, чтобы ознакомиться с нею подробнее. Спасибо вам за внимание. Вы посмотрели лекцию, посвященную концентраторам, их устройству, настройке и принципу действия. Пожалуйста, делитесь этим видео, а также подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик уведомления, пишите ваши комментарии с вопросами, если они у вас возникли. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!